Привет всем! Продолжаем отвечать на вопросы. И сначала, дело в том, что я вроде как ответила на вопрос по поводу похоронного буддизма в Японии, сможет ли японский буддизм когда-либо перестать быть похороной религии. Но, как мне очень верно указали в личном сообщении, человек, который задал вопрос, на самом деле хотел услышать скорее о том, есть ли что-либо, чем еще занимается японский буддизм, помимо этой похоронной темы. Об этом я не сказала. Ну что поделаешь, для меня эта тема тоже достаточно болезненная, как для японского буддиста. Но, в любом случае, почему бы не сказать. На самом деле есть, есть, конечно. Если смотреть даже традиционно, то храмы в Японии делятся на данкадера и китодера. Данкадера – это те храмы, у которых есть прихожане, которые, соответственно, занимаются в основном все той же похоронной тематикой. А китодера – это храмы, которые занимаются в основном ритуалами, ну, по прижизненному профиту, скажем так. То есть к ним обращаются люди и заказывают, например, ритуал, чтобы там все по работе получилось, чтобы хорошо выйти замуж, чтобы хорошо родился ребенок и так далее. И храм проводит этот ритуал. Как правило, это куда более маленькие храмы. Живут они вот буквально с этих ритуалов. Но они до сих пор есть. Часть из них, как я уже сказала в предыдущем видео, тоже в результате начинают заниматься, в том числе и похоронами. Но в любом случае похороны не являются, скажем так, их основным видом деятельности. Основной вид деятельности – это все-таки ритуалы для прижизненного профита. Но дальше у нас следуют, опять же, те самые храмы с прихожанами Дан Кадера. И у них тоже все не так просто. Да, Дан Кадера может вполне спокойно и без каких-либо проблем для себя заниматься исключительно похоронными практиками, исключительно похоронной тематикой. Но все-таки считается, что это не очень хорошо. Считается, что храм должен заниматься чем-то еще, помимо этого. И храмы, как правило, что-то на себя еще берут. Ну да, не все. Но те, у которых еще хоть какой-то стыд остался, они пытаются делать что-то еще. Что они могут делать? Это зависит от школы. Например, если храм принадлежит к школе дзен, если это сотощу, ринзащу или там обакущу, то они могут проводить у себя сидящую медитацию, дзацзен-сессии. Кто угодно может заниматься щакео, переписыванием сутр. Вот я не знаю, я не видела этого ни черенщащу, но мне кажется, что они тоже могут это делать. В принципе, сутр используется где угодно, и почему бы их не переписывать. Что еще можно у себя проводить? Можно у себя проводить собрания верующих, называемые ко. Как правило, они посвящены какому-нибудь одному бодхисатве. Ну или вот, например, в джо-ро-шин-чу, хо-он-ко. Они посвящены основателю, щин-рану. И такие собрания верующих не имеют непосредственной связи с похоронной тематикой. Они собираются, читают сутры, общаются между собой. Это все более-менее традиционные вещи, но можно и немножечко в нетрадиционную сторону идти. Можно, например, в храме просто устраивать какие-нибудь посиделки с беседами на уже даже не целиком религиозные темы. Можно говорить об искусстве, можно говорить о правильном образе жизни и так далее, и так далее. Можно у себя в храме устраивать воркшопы. Например, мы можем вырезать маленькие деревянные статуи, мы можем учиться делать какие-нибудь статуэточки из глины, что-нибудь подобное. Вроде как с религиозной тематикой, но то, что будет интересно широкому кругу людей. Можно у себя устраивать какие-то спортивные секции даже. В некоторых храмах проводится йога, занятия по йоге, в некоторых проводятся занятия по цигуну или еще чему-нибудь. Зависит от того, чем занимается настоятель или его семья. Можно проводить вполне классические чайные церемонии, как уроки, так и какие-нибудь открытые мероприятия. Можно обучать каллиграфии, можно икибани, в общем, как сами хотите. Можно даже устраивать, например, курсы готовки. Есть такое понятие, как щоджинрёри, чисто буддистская кухня, вегетарианская. И, конечно, ею тоже можно учить. Это, как я уже сказала, зависит от того, чем занимается настоятель, чем занимается его семейство, что им комфортно делать у себя в храме. В храмах также иногда проводятся концерты, например. Всякие разные концерты. Классическая музыка, как и традиционная японская, так и, ну, скажем, более западная классическая музыка. Может быть, какой-то даже джаз, рок, что угодно. Но это считается вроде как, что это хорошо и правильно. Но я даже сталкивалась с тем, что некоторые священники, некоторые настоятели немножко побаиваются себя такое устраивать, потому что это что-то новое. А вдруг обвинят в том, что они используют какие-то странные способы для пропаганды буддизма и так далее. Но в любом случае это интересно, и мне кажется, что за этим будущее. Конечно, немножко коронавирус всем попортил планы. Но даже сейчас, во время коронавируса, кто-то умудряется, например, уйти в Zoom или на YouTube. Все больше священников начинают открывать каналы на YouTube, еще много где. Так что, да, наверное, в конце концов, я не верю, как я уже сказала, я не верю, что похоронная тематика полностью прекратится. Но я верю в то, что люди смогут помимо нее что-то еще предлагать. И чем больше людей это делает, тем, на мой взгляд, круче и лучше. Вот. Теперь, я думаю, я полностью ответила на этот вопрос. Ну что ж, всем спасибо. Пока-пока. Продолжение следует...